Сколько люди зарабатывают, играя просто в видеоигру? Сколько люди тратят на это время? И чего они добиваются? И кто их спонсирует? Мы можем просто сделать один вывод, что это уже не просто хобби. Вот я тебе скажу G2. Вот ты поймешь, о чем идет речь? А вот именно киберспортмен Counter-Strike поймет. Привет! Это подкаст мультимедийной платформы РУСЛСМ «Жизнь в кайф». Меня зовут Андрей Дмитриев, и здесь мы встречаемся с интересными жителями Латвии, у которых есть рецепт счастья, и они готовы им поделиться. Сегодня говорим о киберспорте, почему этот вид спорта так популярен в последнее время и как стать успешным в этом занятии. Мой гость – кибератлет из Латвии Артем Макаров. Жизнь в кайф? Совсем недавно гостем нашего подкаста «Жизнь в кайф» стал президент киберспорта Латвии Сергей Парваткин. Говорили мы с ним о гик-культуре, ну и вскользь тоже поговорили о киберспорте, и мне показалось, что было бы очень интересно нашим слушателям узнать и познакомиться с настоящим кибератлетом, киберспортсменом, который проживает в нашей стране. И вот ты один из них. Привет, Артем. Давай знакомиться, давай познакомим тебя с нашими слушателями. Привет, меня зовут Артем, мне 24 года, я игрок команды ITJOP. В данный момент моя роль снайпера и капитана одновременно. И скажу, что это одна из самых тяжелых роль в данный момент, потому что я должен держать команду в тонусе и при этом быть одним из лучших во время игры. Но мы над этим работаем, мы развиваемся не быстро, но потихонечку. Да, мы сейчас находимся в одном из известных компьютерных центров нашего города. Здесь ты, наверное, проводишь много тоже тренировок своих, да, все верно? Ну, не совсем. Мы приезжаем сюда раз в неделю, потому что у нас такой график, что, к сожалению, у нас люди работают. И получается, все эти рабочие дни с понедельника по пятницу мы играем с дома, но когда наступают выходные, мы собираемся здесь и, скажем так, делаем этот небольшой тимбилдинг, обсуждаем, где мы играли хорошо, где мы играли плохо и приходим к какому-то общему мнению. Когда мы с тобой договаривались о встрече, ты сказал, что можно встретиться в компьютерном центре. Я сразу вспомнил клубы компьютерные 90-х годов, середины 90-х, там Sega, когда еще появилось, можно было за какую-то денежку минут 15-20 поиграть в тот же самый Mortal Kombat. Вот чем отличаются современные компьютерные клубы вот от тех клубов 90-х, середины 90-х, поздних 90-х? Если ты помнишь, был такой клуб «Элик», он был возле Меркеля на втором этаже над Макдональдсом. А, был, да-да. Там мы еще в свое время играли турниры по 1,6, то есть мне было лет 13-14 и было очень забавно, потому что наш турнир начался уже очень рано, то есть мы в 5 утра с командой садились на автобус и ехали на этот турнир. И тогда для меня было загадкой, ну вообще что такое турнир, вообще какие эмоции я получу с этого. И на самом деле было очень забавно, но было очень смешно, потому что в каждой игре все зависит от того, какие девайсы ты с собой возьмешь, то есть мышка, клавиатура. А там я играл в принципе все, все, что там было, я играл только с аппаратурой самого Элика. И получилось, что там мышка была буквально за 5 евро, наушники не работали и клавиатура, ну очень старая была и было очень тяжко. Что отличается с того времени и по сей день, на самом деле очень большой прогресс, мы видим сколько разных вариаций, сколько разных мониторов и у каждого какая-то своя настройка. И это очень важно для каждого игрока, потому что когда ты играешь в комфорте, ты чувствуешь себя намного увереннее. А в Элике в тот момент я этого себя не чувствовал, все время что-то мешало, поэтому это очень важно для любого игрока в любой дисциплине, независимо от того, где он играет. Ну может давай, если ты уже заговорил о детстве, о подростковом возрасте, вот с чего все началось, вот с тех 13 лет или еще раньше ты начал играть? Еще раньше, я с Counter-Strike живу уже 16 лет. Получается, свой первый раз у меня был где-то примерно в 6-8 лет, мне родители купили мой первый компьютер. И я все время сидел и думал, во что бы поиграть, ну не нравилось, там играл в Майнкрафты, там, ну все какое-то такое, все, что первое под руку попадалось. И тут я наткнулся на 1-6, и мы начали сначала с ребятами прикалываться на уроках информатики, я думаю, это у каждого было, когда ты сидишь напротив друг друга и такой думаешь, а во что бы поиграть на уроке? И мы такие собирались и в Counter-Strike играли. И тогда меня как-то это зацепило, и потихоньку, помаленьку я начал и следить уже за командами, которые действительно уже профессиональные. И в принципе я, наверное, очень рад тому, что я вообще посвятил свою жизнь Counter-Strike, потому что меня это сделало человеком, который стал дисциплинированным, то есть стал приходить вовремя. Раньше таким не был. А когда у меня появилась возможность играть с тренерами, с такими разными людьми, у них было требование всегда приходить вовремя на тренировки, всегда быть вовремя готовым к любому, скажем так, этапу команды, которая будет в будущем. И меня это очень мотивировало, и я понимаю, что благодаря этой игре я вырос не только как персона, но и как игрок. Ты сказал Counter-Strike и вспомнил время школьной поры, уроки информатики. Честно говоря, у меня было то же самое, когда на информатике всю работу ты сделал, обычно мы играли в Counter-Strike. И сколько лет это было назад, и все равно Counter-Strike сейчас все еще в топе. Вот в чем феномен этой игры? В первую очередь это аудитория, потому что мы можем посмотреть на цифры, которые мы с ней видим. Мы никогда бы об этом не подумали 10 лет назад. Мы бы думали, ну это обычная видеоигра. У меня даже родители говорят, ну а что ты в нее играешь, это же обычная видеоигра. Это может быть как хобби. А я считаю, что Counter-Strike перерос из хобби в профессию. Потому что учитывая, сколько люди зарабатывают, играя просто в видеоигру, сколько люди тратят на это время и чего не добиваются, и кто их спонсирует, мы можем просто сделать один вывод, что это уже не просто хобби. Говоря о звании кибератлета, вот где та граница, где та грань, когда человек, любитель просто компьютерных игр, становится уже настоящим киберспортсменом? Я тебе скажу, что это чувство приходит тогда, когда ты играешь в турнир, и неважно, турнир, чемпионат, квалификацию, и ты просто видишь, что перед тобой сильные оппоненты. И если ты их побеждаешь, у тебя появляется в голове мысль, что ты уже поднялся на ступень выше. У меня так было, мы с командой действительно выигрывали очень много хороших команд. Я на самом деле, скажу честно, я никогда не думал, что вот я сяду за компьютер и буду выигрывать сильных ребят, которые уже больше меня тренируются, больше меня в эту игру вложили, себя. И я тебе скажу честно, это кайф, когда ты выигрываешь сильных оппонентов. Хорошо, если мы говорим, конечно, про сорнования, я понимаю, там, в пылу борьбы, в победы, это все кайфово, а вот можешь ли ты вот сейчас, когда ты уже являешься киберспортсменом, кайфовать от самой игры во время тренировки, либо ты это уже воспринимаешь как свою работу? Видишь ли, кайфовать тяжело, когда что-то не получается во время тренировки. Ты кайфуешь, когда этот процесс ты прошел, когда тебе было тяжело, команде было тяжело, но вы справились, и у вас начинает все получаться. Это так же самое можно сравнить, как, например, человек ходит в спортзал, ему вначале тяжело, но потом все легче и легче, он добавляет веса, начинает больше поднимать, и он видит результат в зеркало. Но мы видим результат только, к сожалению, во время самой игры, когда мы выиграли, и мы понимаем, что мы молодцы, мы это сделали. Так же самое с людьми, которые в качалке. Вот они увидели свои мускулы, увидели свои накаченные ноги, все, они поняли, это победа. Давай, может быть, слушателям, которые не совсем и не понимают, а в чем там вообще спорт, поясним, вот с каким видом спорта можно сравнить игру в компьютерную игру, прости за тавтологию, может быть, это дартс, стрельба, что-то, или симбиоз всех этих видов спорта? В принципе, любой командный спорт можно сравнить с любым киберспортом, потому что мое личное мнение, это в любой командной игре любой игрок важен. Не важно, он может быть лучше, он может быть хуже, он все равно будет важен. Даже вот для меня, когда я, например, поиграю с ребятами в волейбол, всегда, например, есть человек, которому, ну, ему не будут давать мяч, потому что он же знает, что он не перекинет его. А я буду тем человеком, который все равно ему даст, потому что я понимаю, что мы команда, мы должны вместе играть. Поэтому совершенно с любым видом спорта мы можем сравнить киберспорт. Говоря про физическую нагрузку, про усталость, время от времени я даже сам тоже играю со своими детьми в Xbox, в ту же самую FIFA, иногда 4-5 часов, ну, бывает, мы заигрываемся, и я после этой игры такой выхожу, ну, чувствую себя как будто бы после настоящей тренировки такое состояние. Просто, ну, не представляю, что у вас творится на соревнованиях, когда вы несколько часов подряд сохраняете концентрацию, постоянно общаетесь. Какое состояние, когда ты выходишь вот после соревнований по киберспорту? Ну, ты чувствуешь, скорее, не физическую усталость, а моральную, потому что ты максимально уперт в монитор. Ты ничего не видишь вокруг, ты только слушаешь своих ребят, с которыми ты играешь, ты только смотришь в монитор. Но в моем случае это вдвойне нагрузка, потому что я должен следить и за своими партнерами по команде, потому что у нас, к сожалению, еще не такая хорошая химия, как бы хотелось. Ну, я бы не сказал, что мы в течение месяца могли бы уже эту химию сделать. Поэтому это нормально, это все в норме, это все поправимо. Но вот, например, у нас был чемпионат в Литве, мы поехали, и я тебе скажу, когда я первый раз сел, мне было очень страшно, волнительно, хоть мне и 24 года, я боялся ошибиться, потому что каждая ошибка стоит тебе, скажем так, победы. Потому что каждый раунд очень важен. Каждая миллисекунда важна, когда ты вот примешь свое решение. И после вот этого тяжелого первого раза, второй раз уже кажется намного проще, уже чувствуешь себя комфортнее, в своей тарелке, я бы сказал даже. В мире киберспорта крутятся огромные-огромные деньги, большие призовые, но до них, правда, надо еще дорасти и дойти. Вот как до них дойти, и смогут ли латвийские кибератлеты дойти до этих больших призовых? Ну, у нас, в принципе, уже есть кибератлеты, которые дошли до этого. Я могу перечислить по никам, это Екиндер и Броки, это наших два мега-титана киберспорта, я бы даже сказал, которые пробились и сделали все, чтобы этого достичь. Но, видишь ли, проблема не только в Латвии, но вообще в Балтии в том, что у нас очень мало чемпионатов, именно региональных, которые позволят именно нашим странам показать, какие у нас есть кибератлеты и на что они способны. И поэтому не всем, к сожалению, это цель, точнее, не всем возможно эту цель выполнить, она очень тяжела сама по себе. И поэтому некоторые идут своим путем, а некоторые пытаются с командой пройти. Ну, еще, наверное, проблема в том, что наши спортсмены, они все-таки любители в плане того, что им приходится зарабатывать также и другой профессией. То есть или у нас действительно профессионалы, которые зарабатывают только киберспортом? Как я и говорил, только брокки и киндер, они зарабатывают профессионально деньгами. Но, к сожалению, вот если мы не считаем их двоих, то в большинстве случаев у киберспортсмена стоит вопрос. Он либо продолжает учиться и работать, либо он продолжает работать и играть, либо он бросает играть, и он учится и работает. То есть всегда вот этот человек, который хочет быть киберспортсменом, он ставит вопрос, что для него важнее. И в большинстве случаев человек выбирает учебу и работу, потому что он понимает, что в принципе в Латвии это не перспективно быть киберспортсменом. Но есть такие же упертые, как я, которые до сих пор стараются доказать обратное людям, что это все возможно, и почему бы просто не рискнуть. Мы живем один раз. Но ты вот сейчас на кон поставил все ради киберспорта, либо у тебя есть какой-то резервный островок? Я работаю, но я выбрал такую работу, чтобы я мог и также уделять время тренировкам больше, чем работе. И я просто решил сделать для себя вывод, действительно ли я могу быть киберспортсменом профессиональным. Потому что в данный момент мы можем себя считать только любителями, потому что мы играем в мейн-лиге. Это можно сказать, ты уже автоматом любителем становишься. И я для себя решил сделать вызов, почему бы не рискнуть. Почему бы? Ну, что мне мешает? Команда есть, люди, которые тебя поддерживают, есть. Вот и компьютерный клуб нас решил поддержать. Почему бы дальше не работать? Каким ты видишь киберспорт, допустим, через 10 лет? Вот шлемы виртуальной реальности. Насколько это реально, насколько это интересно для людей, как ты думаешь? Я на самом деле сомневаюсь, что это будет через 10 лет. Я думаю, все еще будет вот этот, скажем так, вот этот хайп игр компьютерных между Counter-Strike и Dota. Шлем, я думаю, особо ничего не изменит. Я думаю, шлем только добавит людям возможность играть с дома. Им не надо будет никуда ехать, ничего, включать никакой компьютер. Просто одели шлем и играют, в принципе. Это, в принципе, мое мнение по поводу шлемов. Я думаю, может, через лет 30, только 40 эти шлемы повлияют как-то на вот этот мир киберспорта, но точно не через 10. В последние годы появились какие-то такие вот интересные, крутые игры, которые тебе нравятся, нравится киберспортсменам? Или это все такая классика уже, неубиваемая? Понятное дело, что есть игры, которые завлекают, но вот лично для меня я люблю в Tekken поиграть. Прямо с детства еще в PSP играл. Очень время тянулось, и я всегда брал PSP и поигрывал. Могу также в Dota поиграть, но я всегда играю не один, я пытаюсь кого-то позвать, играем в компании. Ведь когда ты играешь с людьми, которых ты знаешь, тебе намного веселее становится, вы начинаете прикалываться, и становится как-то очень весело играть в эти игры. Также могу и в танки поиграть, но в танки, к сожалению, ты играешь только втроем, ты не можешь взять больше людей, поэтому... Но танки, это танки те классические, пиксельные, которые вот... Не-не-не, это World of Tanks для 15 на 15. Мы там с ребятами втроем собираемся, тоже прикалываемся, и от этого какой-то позитив после нагрузки вот этой практики в Counter-Strike, эта нагрузка пропадает, когда ты начинаешь просто менять свое мышление в другой игре. Хорошо, еще говоря про тренировочный процесс, как происходят твои тренировки? К сожалению, хотелось бы проводить их так, как хотелось бы, но так как ребята работают и у кого-то учеба, мне приходится подстраиваться под них. То есть, соответственно, мы начинаем с пяти вечера, я начинаю включать так называемую демку. Демка – это просмотр игры противников или просмотр какой-нибудь профессиональной команды. Мы смотрим, как они играют, мы рассуждаем вместе, мы что-то, может, у них возьмем, что-то не возьмем, может, что-то для себя новое узнаем. И потом начинается практика, мы ищем с кем попрактиковаться, ищем команды. Есть специальный сайт для этого, прак.com, мы смотрим, с какой команды можно было бы ту или иную карту попрактиковать. И где-то таких 3-4 прака мы сыграем, и после этого мы тоже сидим, обсуждаем, что было так, что было не так, и делаем из этого какой-то вывод. Но вообще, для меня самый идеальный вариант практики, и вообще в целом, когда человек уже стал профессионалом, это вот с часу дня ты встал, ты посмотрел вот эти две демки, потом с трех ты начинаешь, скажем так, мучить себя, то есть ты начинаешь играть по 5-6 игр, конечно же, с перерывом, там покушать, просто отдохнуть, потому что сидеть 9 часов 10 за компьютером, ну, нам очень тяжело. И после этого уже тогда к 9-10 ты заканчиваешь, и вот это был бы самый оптимальный метод практики. Сколько вот так вот, не отходя от компьютера, ты вот когда-то провел время на тренировки, либо на соревнованиях? Ну, я тренировался с одним, скажем так, очень популярным украинским тренером Миша Кейн, может, ты его где-то слышал, может быть, кто-то другой слышал. Вот, он был первым человеком, который помог команде Гамбит выиграть мажор, и мне посчастливилось с ним, скажем так, посотрудничать, то есть я проходил отбор в его команду, и вот мы как раз по этому графику, который я тебе вот недавно говорил, вот мы по нему и работали. Я прям чувствовал, что результат сам по себе уже появляется вот в самой игре. То есть я понял, насколько важно все-таки уделить нам немного больше времени, чтобы быстрее результат появился. Получается, это тот момент, когда количество уже перерастает в качество, все-таки объем тренировок он решает в этом виде спорта. Жизнь в кайф! Что не хватает нашим киберспортсменам? Понятно, работа, которая отвлекает, что еще, вот чтобы добраться до вот этих крупных турниров? И какие турниры самые крупные? Это вот эти мейджор, да, мажор-то сказал, да, вы называете? Самый крупный турнир всегда был мейджором, то есть это турниры, в которые хотят попасть совершенно любые киберспортсмены, неважно, какая дисциплина. А проблема именно наших игроков, они почему-то, как бы тебе так сказать мягко, они почему-то теряют мотивацию, когда они начинают проигрывать, то есть у них что-то в голове держится, и сразу у нас распадаются команды, у нас нет, знаешь, нет такой стабильности, когда вот команда там допустим полтора месяца проигрывала, но вот на седьмой месте они вот все, они начали всех выигрывать. У нас такого нету. У нас все команды распадаются, всегда что-то меняется, нет вот этой стабильности именно команды, где вот прям 5 человек, допустим, полтора года отыграли вместе. У нас такого нету, к сожалению. И это, наверное, единственный минус, и даже самый большой минус, потому что я считаю, что сплоченный коллектив, он должен, несмотря на все трудности, работать вместе долго, и тогда уже что-то и будет с этого. Но если вот вы начинаете проигрывать, и вы понимаете, что все, нам надо расходиться, то это не выход из ситуации. То есть надо работать, работать, еще раз работать, ошибки разбирать. Да, у нас тоже есть такие проблемы, что человек морально присел, то есть ему тяжело уже играть, он устал. Мне лично один игрок говорил, что вот он поиграл, допустим, 4 прака, то есть он попрактиковался, и все, вот он морально устал. А он больше поиграть не может. И вот с этого получается, что вот людям вот становится тяжелее и тяжелее. Но я считаю, что они просто должны работать, общаться, кому-то что-то не нравится, высказать. Ведь все мы люди, все мы ошибаемся, у всех бывают ошибки, поэтому если мы выскажемся, то уже тогда будет понятно, почему, допустим, вот мой игрок там с командой недоволен, почему я сделал так. То есть я же не могу мысль читать. Вот мы пообщались, там полчаса поругались на друг друга, и все, и дальше работают. В профессиональном спорте случается очень много допинговых скандалов, ну об этом не особо любят люди говорить, но все понимают, что большая масса профессиональных спортсменов что-то такое да употребляет для улучшения результатов. Вот что-то такое есть в киберспорте? Вот знаешь о таких случаях, что какие-то ребята где-то там на мировых чемпионатах что-то такое употребляют и играют при этом лучше? Я не помню именно, чтобы был какой-то допинг, но если вот мы возьмем слово допинг, то в случае Counter-Strike это просто читы, то есть это вспомогательная программа. И был один такой интересный кадр, в общем киберспортивный игрок по Counter-Strike Синди с ником Forsaken решил именно на чемпионате, где вот сидят перед публикой, он решил использовать помогающую программу и его поймали. И это, и комьюнити Counter-Strike очень забавно к этому отнеслось, кто-то смеялся, кто-то удивился, как это возможно, что организаторы так вообще позволили человеку скачать что-то на компьютер и давали ему еще играть при этом. Но прям вот таких допингов, ну не было. В чем твоя фишка как игрока? Ты сказал, ты снайпер в команде. Какие твои сильные стороны? Вот чем ты команде помогаешь и почему она без тебя не может? Ну смотри, снайпер это инициатор, то есть это человек, который всегда берет, скажем так, волю в кулак и бежит и ищет первого попавшегося противника. И я один из тех, я всегда говорю ребятам, что я хочу сделать, и они под меня подстраиваются. Но бывают и случаи, когда это не работает и приходится, скажем так, сдержать себя и в одном месте стоять там по 2-3 минуты и ждать, пока к тебе придут. Поэтому это тоже надо уметь, скажем так, менять свой стиль игры. Вот, и скажу так, что иногда даже тяжело приходится, потому что если снайпер плохо играет, то это очень может и помешать команде. Давай добьем тему тренировочного процесса. Вот ты тоже это уже упомянул, что у команды есть еще и тренер. У вас тренер есть у нашей команды? У нас, к сожалению, тренера нет. Мы только нашли, скажем так, аналитика. Он помогает нам разбирать игру противника. То есть мы собираемся в определенное время. У нас, например, официальная игра. Он нам рассказывает, как противник играет, что он любит делать, от чего нам отталкивается и как бы нам сыграть. Но именно тренера, который нам, скажем так, поможет советом, у нас, к сожалению, его нет. Но я думаю, со временем он появится. Пока мы все делаем своими силами и помаленьку пытаемся подняться выше. Решает ли тренер в этом виде спорта? Потому что даже вот совсем недавно у нас выходил подкаст, который был посвящен кулинарному конкурсу Bacchus The Org, где собираются лучшие повара планеты. И там тоже латвийская наша команда в этом году впервые взяла тренера, чтобы показать достойный результат. Стоит он недешево, но они говорят, это стоит того. То есть даже в таких сферах тренер решает. Вот в киберспорте тренер решает? Ну, смотря какой тренер, видишь, есть тренер, который морально тебе помогает, то есть он вообще тебе никак стратегически не помогает, он больше приводит команду в тонус. Но если тренер, который стратегически тебе поможет, и ты поймешь, что благодаря нему ты как-то изменил ход игры, это тоже зависит от того, какой стиль у тренера. То есть если тренер морально поддержит, то команда будет в тонусе, и они будут пытаться сделать что самое лучшее. А если стратегический тренер, то он просто изменит стиль игры. Мы поменяем как-то игру, противник уже не будет к этому готов. И тогда, соответственно, это будет заметно только тогда, когда мы увидим, что случилось. То есть смотри, допустим, идет раунд, мы взяли паузу, потому что мы понимаем, что все плохо, надо что-то менять, у капитана нет идей. И тут включается этот тренер стратегический, который говорит, так, ребята, мы должны сделать это, это сработает. И вот тогда, если мы это сделали, это сработало, капитан в тонусе, тренер в тонусе, игроки в тонусе, и все, и команда становится сплоченной. Если же это моральный тренер, он смотрит на то, что происходит именно с эмоциями игрока. Я не знаю, замечал ты или нет, есть случаи, когда игрок, когда злится, он бьет кулаком по столу. Чаще всего это явление у киберспортсменов, когда они понимают, что они допустили грубую ошибку, и, в принципе, из-за этого они им могли проиграть игру. И включается вот этот тренер, который говорит, так, мы все люди, мы все ошибаемся. Тренер-психолог включается, получается. Вот включается этот эмоциональный тренер, который взбадривает вот этого игрока, и он даже специально просит капитана взять паузу. То есть, видишь, тоже зависит, какой стиль тренера. Какие у тебя эмоции во время игры? Потому что вот накануне нашего разговора как-то мне попались видео теннисистов, которые ломают ракетки, бьют по судейскому стулу, где он сидит, ну, в общем, всячески проявляют свои эмоции. Вот как у тебя, как у киберспортсмена. Что ты такого делал? Клавиатура, может, белая, еще что-то? Нет, таким я не занимался. Не, ну, видишь ли, в большинстве случаев я спокойно реагирую. Но когда ты понимаешь, что ты делаешь все по-разному, пытаешься как-то поменять свой стиль, и у тебя не получается. Был момент, когда я долбанул по столу со всей дури, потому что, ну, я хочу лучшей команде, а у меня просто ничего не выходит. И ты как-то пытаешься успокоить. Но сейчас мы с командой решили, что если у человека не идет игра, мы берем паузу, даем ему как бы передохнуть, чтобы он сбросил свой вот этот темп и как-то изменил бы именно эмоции в себе. Говоря еще про коммуникацию между членами команды, иногда в интернете тоже видишь видео, которые посвящены, допустим, Доте. Если ты ни разу не играл, то ты вообще не понимаешь, о чем там идет речь. Вот в Counter-Strike у вас тоже какой-то свой собственный сленг, который может быть непонятен людям, которые далеки от компьютерного мира? Ну, знаешь, я тебе скажу, что единственное, что люди не поймут именно в нашей коммуникации, это, допустим, если мы скажем, вот я тебе скажу G2, вот ты поймешь, о чем идет речь. А вот именно киберспортмен Counter-Strike поймет, потому что обычно, как делают игроки, они смотрят, допустим, демку ту самую, они посмотрели название команды и раунд. То есть они выбрали его, они взяли отдельный сервер, проработали его и назвали его G2. И когда ты слышишь G2, значит, это какая-то заготовка именно этой команды, которая проработала другая команда. То есть у них очень такие простые названия, и это, наверное, единственное, что отличает от Доты, что мы просто... В Доте ты можешь просто сказать, давай мы пойдем там на топ и убьем кого-то, а тут именно вот название какого-то раунда, и тебе надо додумать, что они делают, как они делают. Поговорим немного о твоих достижениях. Бронзовая медаль, третье место у тебя было на каком-то турнире. Да, был в Комиконе в Литве, мы третье место заняли. Еще у меня было первое место в латвийском чемпионате, я сейчас название не назову. Первое место было в одном из латвийских чемпионатов, и еще одно второе место было на Гоэкзенима турнире, где мы тоже, скажем так, команда друзей, не было прям вот как команда-команда. Мы это называем просто как микс, то есть люди собрались, просто и поиграли, и мы там второе место заняли. В принципе, не так много, но что-то в архиве сохранилось. Может быть, о своих увлечениях помимо киберспорта хватает ли время на что-то еще? Когда есть выходной, хватает, конечно, но я сейчас делаю упор на киберспорт. Конечно, моя девушка не в восторге от этого, но я все равно нахожу на нее время, по крайней мере стараюсь. И, в принципе, пока жалоб нету, также стараюсь как-то уделять время и семье, то есть выделяю время и игре, и своим любимым. Но пока, в принципе, все хорошо, все постепенно идет, так что грех жаловаться. Ну, семья и твои близкие люди, может быть, коллеги по работе, они уже поняли, что для тебя игра – это не просто игра, а уже практически профессиональный путь, ну, твоя мечта, к которой ты идешь. Ну, поначалу было тяжело, особенно с родителями. Это, наверное, каждый игрок поймет. Они всегда думают, что это просто хобби, то есть почему ты так много уделяешь времени какой-то игре, лучше иди, работай, учись, там, ну, то есть как бы так. И морально тебе тяжело становится играть в команде, потому что ты все время держишь эти мысли в голове, и ты как-то приседаешь потихоньку. Но со временем, знаешь, когда появляются люди, которые тебя реально поддерживают и говорят, ну, пробуй, все получится, тогда ты начинаешь понимать, что ты в правильном пути, и у тебя есть кто-то за плечом, кто тебя поддержит, тогда становится намного проще. Но с мамой до сих пор у меня проблемы, мы до сих пор иногда ссоримся насчет этого, что вот надо идти работать, а я все равно ей говорю, что я хочу своей цели достичь. Поэтому есть такие проблемы небольшие, но я думаю, что со временем я докажу ей, что все это возможно. Навыки, полученные в киберспорте, они как-то можно перенести на другие сферы нашей жизни, другие сферы работы, может быть, там, логическое мышление? Да, я тебе скажу, на самом деле, что когда ты все время, скажем так, меняешь игроков, ты с ними коммуницируешь, то есть это другие люди. В жизни это тоже помогает, и не стесняешься коммуницировать с другими людьми, ты всегда готов им помочь, например, тем же иностранцам, то есть ты смело подходишь, говоришь на английском, потому что в большинстве случаев ты сталкиваешься именно с англоязычными игроками, и у тебя твой английский становится намного лучше, и ты понимаешь, что тебе говорит иностранец, и от этого вы находитесь какой-то общий язык, также самая дисциплина, то есть, например, тебе надо там быть в 11, ты придешь в 10.50, ты начинаешь как-то менять именно сам как персона, и люди, которые рядом с тобой играют, они тебя тоже меняют и подталкивают на правильные вещи. Так, Артем, ты сказал, тебе 24 года. Вот психологи говорят, что как раз-таки возраст с 20 до 30, он является самым таким важным, важным десятилетием в жизни человека, человек обзаводится связями, ну и уже вряд ли что-то может очень кардинально поменять после 30 лет. Вот кем ты себя видишь через, допустим, 10 лет? Видишь, я даже не задумывался об этом, на самом деле, кем я себя вижу. Я думаю, жизнь покажет, кем я стану. Тяжело, на самом деле, так вот придумать, кем я могу стать через 10 лет. Сам же знаешь, жизнь очень веселая штука. Ты можешь, допустим, завтра пойти работать курьером в болт, а послезавтра ты уже миллионер. То есть, как повернется жизнь, так и увидим. Наш подкаст называется «Жизнь в кайф». И вопрос, который я задаю абсолютно всем героям этого подкаста, живешь ли ты в кайф и что лично для тебя значит жить в кайф? В данный момент я могу уверенно сказать, что я живу в кайф, потому что, когда ты живешь и улыбаешься, это уже значит, что ты живешь в кайф. И когда ты делаешь то, что тебе нравится, это еще больше добавляет тебе кайфа в жизни. Спасибо, что слушали. Все выпуски подкаста мультимедийной платформы РУС ЛСМ «Жизнь в кайф» ищите на всех самых крупных подкаст-площадках. Мы есть на Spotify, Google подкастах, Apple подкастах, а также выпуски «Жизнь в кайф» мы выкладываем и на наши официальные странички в YouTube. Если вы еще не подписались на подкаст «Жизнь в кайф», то, пожалуйста, сделайте это. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока! Жизнь в кайф!